25 января сегодня на календаре, четверг, и мы говорим о талантливой молодежи и о творчестве, о том вообще, чем сейчас молодежь занимается. Ну, огромное количество различных сфер деятельности. Мы сегодня решили пригласить к нам интересных людей, которые занимаются интересным делом. Вот такой вот туман пока я навел, но сейчас будем с ними разбираться. Байстан Абдаганыев, Канадбек, Балабек, Улу, студенты, активисты, дебатеры нам сказали. Да. Доброе утро. Доброе утро. Дебоширы мне хочется. Что такое дебатеры, дебоширы? Мне кажется, что это связано. Расскажите, что такое дебатеры, чем вы занимаетесь? Дебаты, это, мне кажется, такой большой инструмент, которым человек может пользоваться, как он может. Допустим, по сути, вот то, что мы с вами сейчас разговариваем, вся жизнь для человека, это и дебаты, потому что где диалог, там и споры, где диалог, там человек должен показать свое мнение, свою точку зрения. И как он настолько ему показывает, насколько ему доверяют люди остальные. Дебатами я начал заниматься где-то 4-5 лет назад, ну 5 лет, наверное. На первом курсе, когда я пришел, начали эти дебатеры приходить. Как бы это все приходит, как тренера, там мы с поколений в поколение передаемся. Я увидел, как обычные студенты начали говорить так красиво и убеждали меня. Я подумал, почему бы я так не смогу. И как бы вот это вот меня завело, и вначале было очень трудно, потому что это все трудом давалось, а потом постепенно все начало наверстываться, и как бы начало все легче получаться. И сейчас у нас, как бы сейчас такая традиция, когда человек приходит на дебаты, он учится, и он передает вот это то, что он получил. Полученный опыт. Да, опыт к другому, то есть молодежи и так далее. Это все на благой основе, потому что мы осознаем, что мы это тоже получали так бесплатно, осознанно, и мы тоже должны это передать кому-то. Без возмезды. То есть дебат — это талант убеждать человека. А вот, ну, например, вот кружка, ну, например, кораллового цвета, скажем так, а вот вы можете меня убедить, что она не кораллового цвета? Или у вас немножко другая сфера вот этого? Вот как вообще это проходит? Тема, например, тематика убеждений? Ну, вот смотрите, в основном тема рассматривается таким образом. Дается, например, ну, если, например, панологи взять, то зебра, она же и черного, и белого цвета, да? И правительство или оппозиция должно доказать, какая из цвета она более важнее, более она лучше, ну, или как-то другим вот. Убедительно доказать суде, то есть третьему лицу, что она более важнее, да? Ну, вот таким образом, все вопросы, они содержат и положительную, и отрицательную часть. То есть любую вещь можно рассмотреть в любых ракурсах, можно со всех видов посмотреть, да? И надо доказать, что одна из ракурсов более значима, более важнее. Поэтому тот, кто более аргументированно, более убедительно доказывает, тот и побеждает. Вот, и насчет судей еще можно, хотелось бы добавить, что судьи, они непредвзятые, они не должны, как бы, в своем решении давать свое мнение, да? То есть свое предвзятое мнение, то есть они должны в сторону это отложить, и на время дебатов они должны более свое внимание уделить аргументированности. То есть аргументация – это самая важная часть дебатов. Аргументы, они строятся, ну, как бы, так более легко объяснить, вот, аргумент – это, как бы, способ передачи информации, который будет более убедительным образом доходить до другого лица, да? А вот, ну, дебаты, они полезны тем, что вы умеете более четко изделагать свои мысли, то есть в повседневной жизни это непосредственно дает свои плоды. Ну, слушайте, ну, если бы баллотировались президенты, я бы сейчас за вас проголосовал бы сразу, мне кажется. Вообще, какая структура дебатов, как все происходит? В данный момент есть пять форматов, то есть у дебатов тоже есть свои форматы. Есть американско-парламентский, британско-парламентский, Линкольн, Дуглас и Карла Попера и так далее. То есть в каждом формате есть по два, по три человека, когда выступают и рассказывают или доказывают что-либо. Есть сейчас, в данный момент Кыргызстан, именно молодежь Кыргызстана по дебатам находится в хорошем статусе, то есть имеет хороший статус в мире, потому что наши дебатеры уже выступают на международных турнирах и занимают определенные хорошие призовые места, и как бы нас в этой сфере уже многие страны уже знают. То есть есть международные какие-то конкурсы по дебатам? Да, да. И вы принимали в них участие? Ну, в одном международном пошли принять, и да, принимали. Но хочу сказать, что в основном на дебаты приходят как? То есть каждый человек, когда приходит, он ставит какую-то определенную цель. Допустим, у кого-то боязнь публики, у кого-то трудно передается свою мысль другому человеку и так далее. То есть мне кажется, когда каждый человек приходит и получает свое, он и так далее уходит. Для кого-то это основная своя жизнь, да, допустим. Вот для меня, как бы, я знаю уже своих тренеров, которые уже семейные, уже все, у них дети, уже своя работа и так далее. Они уже не могут без дебатов существовать, потому что вот этот спор у них накипело. Вот это эмоционально передать вот это свои эмоции, свои чувства кому-то и доказать то, что невозможно, доказать кому-то, что это возможно. И они приходят на какие-то турниры, допустим, международные турниры, и рассказывают, и играют, да. И независимо на то, что на их работу, на их детей и так далее. Мне кажется, это прям нечто большое, да, нежели просто там приходить и разговаривать, и, не знаю, ругаться с кем-то и так далее. Мне кажется, ну это то же самое, как мы говорим, это то же самое, не ошский рынок, но конструктивный ошский рынок, да, мы так между собой шутим, да. Но в плане конкурсов это понятно. Вот в жизни, допустим, Канадбека, вам пригождается это умение дебатов? Да, конечно, это пригодается. Например, в магазине, ну, в магазине даже. Ну, как Баяц нам уже говорил, что многие боятся публики, да, но есть и те люди, которые боятся других людей, да. Ну, например, просто сказать там, что ему нужно, или просто вот сказать, подвиньтесь, пожалуйста, да. Но для этого нужна смелость, да, а смелость мы тоже можем набрать из дебата, да. Дебаты дают не только вот умение красиво говорить, но и дают тебе образ мышления, то есть у тебя расширяется кругозор, у тебя появляется много друзей. И плюсов можно перечислять неимоверно, то есть очень много плюсов. Ну, просто это, ну, можно сказать, что дебаты еще и хорошая новая технология передачи, вот, получения информации, да, чтобы быть более конкурентоспособным в сфере дебатов, чтобы хорошо излагать свои мысли или знать о чем-либо, да, тебе надо получать информацию о мире, получать о каких-либо процессах, которые происходят в мире, да. То есть это может быть политика, это может быть история, это может быть идеология или там, и много-много другое, да. То есть очень много информации надо воспринять, и поэтому человек развивается, да, тем самым, вот, в жизни оно, ну, полезно во всех сферах. То есть когда человек, ну, учится, да, и он должен это передать, да, и путем передачи мы становимся тренерами. А когда ты тренируешь других людей, ты получаешь какие-то вот педагогические навыки, да, можно сказать. То есть ты можешь там, ну, будешь понимать, как лучше передать, как лучше объяснить, как лучше, ну, донести информацию, да. Ну, или, например, когда ты организовываешь турниры, то ты получаешь тогда менеджерские навыки, да. То есть ты можешь там в сфере менеджерства тоже какие-либо практические вот приемы, да, получить. Также есть еще, ну, во всех отраслях можно получить. Это очень полезно для журналистов, юристов, для всех людей. Дебаты, они хороший, вот, хороший механизм развития людей, да. Прям понятно, что человек дебатами занимается прям так чётко. Нам надо срочно к вам записаться, да. Не только нам, потому что во многих странах мира, вот, вот, в парламенте, когда заканчиваются слова, начинается драка. На самом деле просто нужно походить на дебаты, и тогда все будет хорошо. И хотел добавить, как для личностного человека, помимо того, что он где-то учится, то есть дебаты помогают понимать в жизни какие-то важные вещи для человека, потому что мы все знаем, что у всех людей есть такие вопросы, где он не может найти ответы, да. И вот в дебатах ты просто-напросто учишься взвешивать за и против, видеть не только хорошую сторону, то есть, и плохую тоже не нужно забывать, потому что у медали есть две стороны, и, как бы, делать какой-то вывод от этого, правильный вывод. И ещё, вот, лично для меня, какую большую роль играла именно вот эта структура дебатов, потому что она и помогает и в личных отношениях с девушкой. Есть иногда тупиковые моменты, когда ты не понимаешь, что, о чём это, и, не знаю, просто, мне кажется, вот, познакомиться тоже, да, какой-то важный шаг для человека, и вот этот именно дебат, вот, даёт такой, не знаю, просто подойти, там, что-то хорошее сказать, и, когда девушка, не знаю, все люди, когда понимают, что человек, в принципе, оказывается, вроде бы нормально говорит. Я понимаю, что... В общем, очень много плюсов. Да, я понимаю, что хорошо, что вы не из секты, потому что ещё пять минут, и мы бы сняли последние твои серги. Спасибо вам большое за интересную рассказы о том, что такое дебаты, теперь, я думаю, что все в курсе. Мы желаем вам в этом попуще побед, разумеется, ну, а на международных конкурсах только призовые места. Спасибо, спасибо. Вместе с нами были, как вы поняли уже, студенты, не дебоширы, а дебаттеры. Боистан Абдаганев, Канадбек, Баладбек, Улу. Ну, а мы продолжаем. Тема таланта и молодёжь, да, ещё не раскрыта полностью, ещё много информации. Не прозевайте, не пропустите.